Здравствуйте, дорогие телезрители! Передача «Парадоксы науки» и автор и ведущий Максим Годорев-Лазовский. Сегодня у нас в гостях Гатия Тулин Булат и Данилов Игорь. Коллеги, кандидаты философских наук. И темой нашей сегодняшней беседы будет «Наука и псевдонаука в интернете». Дело в том, что наши сегодняшние гости – авторы совершенно замечательного интернет-проекта «Философский штурм». Очень посещаемого, очень глубокого по смыслу, по содержанию. И я считаю, что они сделали очень много для того, чтобы наш с вами интеллектуальный уровень рос и дальше от часу к часу. Итак, поскольку тема нашей сегодняшней встречи – «Наука и псевдонаука», сразу сходу вопрос. «Наука и псевдонаука – в чем отличие?» Это сложный очень вопрос, но провести между ними различия никак не получается. И вам широко известна история, когда Французская Академия Наук в 1800-м году отказалась рассматривать все предложения о вечном двигателе первого и второго рода. Об этом все знают. Но мало кто знает, что одновременно с этим Французская Академия Наук отказалась рассматривать и представление о том, что камни могут летать по воздуху, то есть метеориты, потому что камень тяжелее воздуха, и летать он не может. И мы видим, что с одной стороны, действительно, до сих пор считается принято думать, что вечный двигатель невозможен, но с другой стороны, мы отлично понимаем, что метеориты и все остальные летающие камни по воздуху, они, безусловно, существуют. Вот так что это. Кто здесь прав, где наука, где здесь псевдонаука, сказать совершенно невозможно. Ну, существуют какие-то совершенно четкие критерии научности знания, да? Да, но эти внешние критерии, они очень странные. Ну, например, люди часто говорят, что такое, что критерием научного творчества является публикация в научных журналах, на которые имеет место быть возможность сделать рецензии. Ну, вот напомню, вот сейчас широко разворачивается скандал по поводу 25-летия холодного ядерного синтеза, то есть известной пресс-конференции флешмана и понса. На сегодняшний день существуют уже промышленные установки, которые на основе холодного ядерного синтеза позволяют добывать энергию. Но, тем не менее, в свое время эти работы, вначале, активно во всех журналах проходили, а с другой стороны, оказалось так, что их потом запретили, то есть это стало невозможным. И сейчас они опять возвращаются в научный обиход. То есть научные институты, научная среда, она, в известном смысле, консервативная. Если вы действительно высказываете нечто принципиально новое, даже то, которое будет подтверждено, то, безусловно, никакой рецензируемый журнал его не примет до определенного времени. Поэтому на этом основании различить науку от псевдонауки никак не получается. Ну, а вот у вас на философском штурме такие идеи проходят? Ну, я сразу же скажу, что у нас ресурс странный, он и научный, и псевдонаучный, и антинаучный одновременно, и ненаучный, все вместе. Ну, я бы только по этому поводу добавил, что на самом деле, конечно, критерии есть. И все прекрасно знают, что там, допустим, такие критерии, как проверяемость знаний, как там общезначимость, они на самом деле остаются актуальны и сегодня. Но, тем не менее, действительно, есть какие-то пограничные случаи, когда наука и псевдонаука, различия между ними провести не удается. Но есть в то же время же какие-то крайние случаи, когда мы четко понимаем, что все-таки вот это знание является научным, а вот другое знание, оно является бредом сумасшедшего. Я бы здесь полностью не согласился, потому что критерий никаких не существует. Мы все знаем нашего недавнего современника, который ушел в нас в 1985 году, известного астрофизика Николая Козырева. Его замечательные эксперименты были подтверждены десятками групп других ученых. Но, тем не менее, у них по-прежнему существует статус лженаучных и псевдонаучных. Более того, эти эксперименты были подтверждены группами таких людей, которых, например, возглавлял академик Лаврентьев. Они отвергаются эксперименты или отвергаются гипотезой Козырева? И отвергаются и эксперименты, и гипотезы. Вот смотрите, как ведь существует, осуществляется научное знание в первую очередь. Когда высказывается какой-то новый эффект, делается, высказывается какой-то печать, в том числе научный, тут же большое количество ученых прибегает и начинает говорить, а ох, мы сейчас запросто его опровергнем. После того, как его опровергнуть не получается, наступает другой период, наступает период молчанивого игнорирования. Не происходит признания. Признание всегда происходит только по тому способу, по которому говорил Пауле. Вымирание одного поколения ученых, просто физическое умирание, и отчасти оказывается так и рождение нового поколения. Вот так происходит научная истина, действует. Вот смотрите, все-таки вы затронули Козырева. Да. Значит, звездочка, он ее наблюдал, и он наблюдал три сигнала от этой звезды. В настоящем времени, в прошлом и в будущем. Да. Это я просто напоминаю нашим телезрителям, кто не очень знаком с этим экспериментом, Козырева известный. Вот этот эксперимент считается, что он проведен некорректно. Да, вот сейчас? Нет. Он подтвержден. Вот, например, та же группа Лаврентьева, она занималась тем, что они наблюдали аналогичный сигнал не просто от какой-то дальней звезды, а от Солнца. Вот до Солнца же свет летит 8 минут примерно до Земли. И поэтому, как бы, вот этот эффект, куда мы направляем телескопом, ведь за это время Солнце успевает переместиться, она существует. Значит, эксперименты не отрицаются, да? Нет, эксперименты вполне подтверждаются. А отрицаются именно построения. На основе этих экспериментов Козырев сделал далеко идущие выводы о сущности свойств времени. Нет, не признаются и эксперименты. Они признаются не тем способом, что они опровергнуты каким-то образом. Они признаются тем, что они игнорируются. Потому что Кун, например, вел понятие нормальной науки. А нормальная наука, она состоит в том, что она, как любой устойчивый социальный институт, революциям в своей среде полностью сопротивляется. Паули же и говорил, что одна научная истина сменяет только тогда, когда одно поколение ученых умирает и рождается новое. Но сейчас успехи современной медицины настолько велики, что человек в 90 лет, например, в США, сохраняет ясность мысли, продолжает работать. И отчасти могу сказать, что с таким медленным сменяемостью поколения, которое сейчас существует, и определяется во многом застой в науке, особенно физи-физике. Вы поймите, что квантовая механика 23-25 год, то есть уже прошло 90 лет. И с той поры в физике не появилось ни одной новой фундаментальной теории. То есть 90 лет мы живем со старым. Ну, может быть, оно и не появилось, и потому, что в свое время физики были убеждены, что квантовая механика полна. Ну, а если она полна, то какая, может быть, новая теория возникнет? Да. Ведь это замкнутые группы. Ну, были другие вещи. Бывают эти, бывают, значит, и частные некоторые вопросы. Вот как же произошло, например, в технике, мы этот вопрос знаем. В свое время, еще в конце 19 века, о полупроводниках уже люди кое-что знали. Но на тот момент проще и эффективнее было использовать ламповые технологии. И ламповые технологии приспокойно развивались, возникли достаточно большого уровня развития, примерно где-то до 50-х, до 60-х годов. Но потом получилось, что все-таки полупроводниковые направления развития техники всевозможной, усилительной, то оказалось более интересным. Но это развилку человечества прошло еще в 19 веке. Вот оно в 19 веке пошло по одному пути, а по другому пути свернуть забыло. И с наукой сейчас точно так же, например, с физикой дело обстоит. Что она пошла по одному из путей, допустим, до строительства всевозможного рода. Ускорители, догостоящих приборов, нейтринных телескопов и все прочее. А другой путь, например, такомаки. Теллер попытался осуществить горячий ядерный синтез, аж с 40-го года где-то пытается. На сегодняшний день существуют проекты Итера. Проект Итера говорит, что кое-что мы попытаемся сделать аж в 1927 году. То есть, соответственно, с экспериментов Теллера с первых пройдет 87 лет. Тем не менее, он никак ни образом не сделан. Но с другой стороны, существует холодный ядерный синтез, которого ученые, так же как когда-то неплодпроводниковый путь развития техники, просто проворонили. Просто проворонили и его не заметили. Вот он существует, он осуществлен, на сегодняшний день даже существует в одном у двух групп промышленные рабочие реакторы мощностью мегаваттники. Вот такова, например, ситуация. Эту вот идею сравнения полупроводниковой техники и лампового пути развития техники, холодного и горячего синтеза, мне предложил наш замечательный исследователь, или цветков Сергея Алексеевича. То есть, грубо говоря, если мы сейчас оглянемся в прошлое, то мы увидим много и очень много идей, которые пока не востребованы, но в будущем, вероятно, будут востребованы, будут реализованы, дадут какой-то эффект. Как их сделать? У них есть статус на сегодняшний день псевдонауки, антинауки, к сожалению, у них у всех. Вот у того же холодного ядерного синтеза совершенно неоправданно. И вот наша комиссия положенауки, например, она говорила и выступала по поводу того, что это псевдонаука. Но, тем не менее, существует уже промышленный реактор. И вот наша сегодняшняя ситуация, почему мы можем благодаря интернету здесь существовать, потому что на базе интернета возможно создание неких групп исследователей самостоятельных, которые могут по интересам между собой соединиться и каким-то образом получить даже некое финансирование. А вы все должны понимать, что настоящие научные открытия делаются не путем выделения какого-то гранта, а делаются это таким образом. Это значит, примерно метафора такая. Выделяются громадные деньги, миллиарды, потом кто-то на них заказывает себе гамбургер, после этого этот гамбургер выкидывают в помойку, там копается бомж, находит его, значит, этот кусок оберточной бумаги. И это вот те деньги, на которые делается реальная наука. Реальная наука делается на деньги обертки от гамбургера у большого количества ученых, которые усиляют миллиардные проекты. Вот именно обертка, это вот важно. И это трагедия науки, потому что мы не можем всегда полностью правильно направить средства именно туда, куда надо. Мы осуществляем некую социальную функцию. — Опять же, кто направляет? Чиновники. — Чиновники. — Которые, в общем, в науке не разговаривают. — Да, да, чиновники эту вещь не могут сделать. — С чиновниками можно разговаривать на языке, так сказать, который они не понимают. И те, кто от науки умеет разговаривать на этом языке, тот и получает грамп. — Да, еще есть затратность очень главная. Вот, например, у нас существует замечательный французский физик-теоретик, значит, русского происхождения. Вот он рассказывает о том, что он бы, если ему дали бы 100 тысяч евро, достаточно сильно свое направление исследований продвинул. Он говорит, ну, ему не дадут таких денег. Почему? Потому что люди оперируют миллиардами. Они его просто как клопа не замечают. — Булат, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, обилие информации в интернете не делает ли информацию еще менее и менее смыслной? — Ну, я считаю, на самом деле, что как раз интернет дает возможность людям самим разобраться с тем, какая информация им интересна. И вот некого рода демократическая площадка, она нужна. И даже если есть такая опасность, что люди могут растеряться, да, и как разная информация с разных сторон поступает, они не могут разобраться, какой информации доверять, а какая информация либо лживая, либо там бред сумасшедшего. Тем не менее, мы должны понимать, что в новое время от каждого человека требуется умение самому мыслить, да, умение самому правильно разбираться в материале, который ему доступен. То есть это в некотором смысле как бы требование времени. И поэтому хорошо, что в интернете так много информации, и хорошо, что эта информация разная. Я бы ответил так. — Ну, просто надо иметь какое-то качество, ума, которое позволяет ее вычленять и что-то создавать новое. — Ну, мир стал сложным, на самом деле. — Я имею в виду качество ума пользователя. — Ну, вообще говоря, есть некоторого рода современные требования к тому, что называется современным человеком. Каждое время эти требования были разные. Когда-то, на самом деле, надо было там метать далеко копье, да, а в современных условиях надо вот уметь разбираться в потоке огромной информации, которой не может переработать никакой человек отдельный, да, и как-то уметь понимать, можно ли доверять этой информации или нельзя доверять. — Все-таки для науки и для философии важнее диалог, важнее мы диалог, нежели чем мы наук. — Вообще говоря, наука всегда развивалась как некого рода поприще коллективное. Да, и, как мы знаем, вот это вот одно из критериев научности и общезначимости, она как раз подразумевает, что не может быть какой-то научной идеей, ну, может, конечно, идея быть высказана каким-то отдельным человеком, но она не может стать научной, если она не будет обсуждена широким кругом людей, да, которые разбираются в этом вопросе, то есть когда она не станет общезначимой. — Вот ваш философский штурм, который вы создали, и, как говорится, честь и он и хвала за ту работу, которую вы проводите, большое спасибо, потому что это действительно великое дело, которое вы заняты. И тем не менее, с чем связано вот название философский штурм? И за счет чего ваша вот эта деятельность достигла известности, посещаемости большой очень в интернет-сообществе? Вот такой вопрос. — Название философский штурм, оно во многом случайное. Да, вот все началось с того, что был создан сайт, как-то в свое время Романом Тараном, там, таким активистом, и он считал, что существует такая вещь, как совместное творчество философов. Да, он считал, что можно совместно, как бы, философский, ну, совместно заниматься философской деятельности, в частности, писать совместные тексты. Ну, как показала практика, это, на самом деле, оказалось неверным, и, в общем-то, совместное написание философских текстов невозможно. И вообще, видимо, любое творчество подразумевает все-таки единоличное участие. — И потом уже диалог. — Да, и потом уже диалог. То есть, ну, первоначально идея должна родиться все-таки в уме одного человека, и она должна все-таки как-то реализоваться в уме одного человека, а потом уже имеет, должна быть как-то обсуждена уже широким сообществом. — За счет чего философский штурм достиг такого мощного влияния в интернете? — Я считаю, что нашему обществу не хватает диалогов. Да, вот диалогов не только посвященных политическим темам актуальным, но и диалогов, связанных просто с тем, которые бы были посвящены различным сторонам нашей жизни. Ну, там, например, науке, да, там, или там, о каких-то, там, у нас социальным каким-то проблемам, там, обществу, да, как оно выглядит, каким-то метафизическим, там, онтологическим проблемам. То есть, это диалог, как бы, вообще на диалоге держится наше человеческое общение. Мы хотели бы, ну, как мне кажется, любые люди хотели бы общаться не только на бытовые темы, да, но и поднимать серьезные, вот такие, онтологические, метафизические и прочие вопросы. И хотели бы услышать какой-то голос, да, который мог бы эти вопросы ввести, да? Ну, наверное, нет человека, который бы хоть раз в жизни не философствовал, даже самого, так сказать, обычного человека. Наука за счет интернета, и вот, в частности, вашей деятельности, стала более демократичной и доступной для того, чтобы ею занимались не только профессионалы. Ну, я считаю, что мы, на самом деле, вряд ли мы занимаемся на философском штурме наукой. Все-таки философия или околофилософские проблемы – это еще не наука. То есть мы, скорее, как бы, возможно, некая площадка, которая предлагает какие-то интересные идеи, какие-то, может быть, дискуссионные гипотезы, да, и позволяет людям, ну, может быть, разобраться в каких-то отдельных вопросах. Или посмотреть, что, например, на отдельные вопросы можно смотреть с различных точек зрения, потому что точек зрения может быть много, что не всегда все, как бы, закрашено, например, черным и белым цветом, Да, что бывает много цветов, да, что можно найти какие-то такие нюансы, да, мысли, которые, может быть, обычным людям недоступны, там, в посрединенности самим увидеть. Делается ли в настоящее время открытие на кончике пера, что называется? Да, думаю, делаются, только мы о них мало чего знаем. Ну, у вас они бывают на вашем? Я вот такого, чтобы на кончике пера, именно в научном смысле, я что-то примера не знаю, чтобы у нас, как этого проекта, удавалось что-то сделать. А существует ли мода на научные гипотезы? Нет, конечно, не существует. Никакой моды на научные гипотезы, на новые не существует, это безусловно. Существует, это другая проблема, что люди, достигшие пенсионного и препенсионного возраста, оказалось, что имеют большое количество свободного времени, и они пытаются его передать, так называемо научить. И на большом количестве площадок эти люди пытаются очень активно пропагандировать свои точки зрения. Но, как правило, и внимательное изучение их гипотез, то, что они предлагают, они не являются научными нисколько. Это просто гипотезы людей, скажем так, откровенно, с дефектами мышления. Вот дефект мышления приводят вот к такой кипучей, интенсивной деятельности в интернете. Значит, все-таки комиссия по лженауке, она, так сказать, оправдана? Нет, она абсолютно не оправдана. Она совершенно, ее деятельность не оправдана ни в коем случае. Она думает, что она будет существовать как некий высокий синедрион, и будет указывать людям, что верно, что неверно. Но, к сожалению, это не так, потому что она находится в рамках определенного рода социальной структуры, которая защищает определенного рода интересы. Ну, например, мы все знаем, что наша российская физика, советская, она в основном сосредоточена в смысле финансирования вокруг двух дисциплин. Это первое. Сверхмощный лазер, это, с другой стороны, это горячий термояд. И понятно, что, несмотря на то, что здесь есть определенного рода проблемы, скажем так, уже большие, время показывает, что эти проблемы неразрешимы, люди будут пытаться при помощи всевозможных репрессивных механизмов, такие как комиссия по лженауке, отстаивать свои интересы. Но время показывает с тем же горячим термоядом, что если какую-то штуку не удалось сделать за 80 лет, то, скорее всего, не удастся сделать никогда. Вот я бы здесь добавил, на самом деле, что Игорь все сводит к неким социальным проблемам в науке. То есть он считает, что существует некого рода засилие, это то, что можно было назвать ученых-чиновников, которые мешают какой-то там истинной, правильной, хорошей мысли пробить. А вот это не считает. Я так и считаю. Я считаю, что если идея удачная, если идея, можно сказать, истинная, она рано или поздно пробьет себе дорогу. Это просто вопрос времени. Говорилось о Козыреве, да. Прошло какое-то время, да, идеи Козырева почему-то научным сообществам не приняты. Я не готов сейчас обсуждать, да, почему это так. Но мне кажется, наверное, есть весомые доводы, почему все-таки эта идея не принимается наукой современной. Может быть, все-таки, что касается Козырева, нужно дифференцировать то, что связано с его теоретической, мировоззренческой концепцией, да, и тем, что, о чем говорят его эксперименты, как трактовать его эксперименты. Да, конечно. И в этом все делают. То есть не принимается, может быть, его построение чисто теоретическое? Да, конечно. Это имеет место быть, потому что если человек каким-то образом странным находит некий факт экспериментальный, он пытается его объяснить. Но люди, которые его слушают, они указывают ему противоречие его, собственно, интерпретации физической, то есть его теории, тем самым апеллируя к тому, что его эксперименты тоже не верны. А это не так. У нас большое количество есть вещей физики, громадное количество, и накопилось на сегодняшний день очень много экспериментов, которые не имеют адекватного теоретического объяснения. А можно здесь добавить, да, просто эксперименты Козырева, они на самом деле противоречат здравому смыслу. И кажется, что вот время не может быть так, что на самом деле одно тело находится сразу в трех точках. Ну, оно и не находится. Ну, тем не менее, как бы, как показывает измерение, да, что это светило, оно как бы проявляет себя в трех точках. И, в общем-то, мне кажется, что, возможно, наука отложила этот вопрос до того времени, когда в этом вопросе как-то возникло какое-то новое понимание. В свое время, когда классическая механика была заменена механикой релятивистской квантовой, тоже же возникали в свое родо какие-то эксперименты, которые противоречили вот этой классическому представлению. А, да. Вот, кстати, я понял, чем отличается псевдонаука от нормальной науки. Вот настоящая псевдонаука использует термин традиционная наука. Говорит, а вот традиционная наука, что-либо еще. Человек, который работает в реальной научной среде, он понимает, что нет ни такого единства, такой цельности, как традиционная наука или что-либо еще. То есть есть различное количество столкновений от точек зрения. Он понимает, что каждое из достижений физики, например, она оплачена большой кровью и большим рассуждением различного рода талантливых людей. Поэтому настоящий ученый, который будет работать в каких-то странных гипотезах, он термин традиционная наука, то, что у него верная, а там где-то есть традиционная консервативная наука, никогда не использует. Наука, как некий социальный институт, как и что-то, никогда не противопостоит конкретно взятому исследованию. Это надо твердо понимать. Никогда ему не противостоит. То есть, иначе говоря, вот барбинал, дилетант рассматривает, так сказать, традиционную науку, как нечто враждебное по отношению к себе. Да, да, совершенно верно. И вот эта позиция неверна. Да, эта позиция неверна. Это уже показывает его, что вот он как раз псевдоученый или настоящий ученый. Тот же Козырь всех людей, о которых говорил, Лошак, вот этот теоретик, который в возбужденное состояние нейтрино пытается описывать или что-либо еще, это люди во многом смысле и системные, или Академик Лаврентьев. Академик Лаврентьев, приверженный к Козыреву, он был главой сибирского отделения Академии наук. Не больше, не меньше. Вот такие вещи. Но они же никогда не используют там традиционная наука, что они правы, а традиционная наука неверна. Вот это, кстати, хорошо, что в нашем сегодняшнем учреждении появился вот этот странный субъективный критерий различия нормальной науки от науки псевдо. Ну, все-таки вернемся к философскому шторму. Да. Вот как проходят ваши дискуссии? Ну, они по-разному проходят, потому что сейчас большое количество людей смотрят нас в рунете и просятся к нам, и многие, кто приходят и что-то нам рассказывают. А как вы находите людей? А мы их не находим, они сами находятся. Мы совершенно... Не, ну у нас есть такие деятели, как Игорь Данилов, допустим, да, которые готовы в любой момент сделать доклад. Хорошо, а цензура какая-то есть? Нет. Цензуры нет, да. И мы всегда считаем, что вот если мы какие-то накладываем рамки для обсуждения, обсуждение превращается в нечто как бы такое скучное. То есть у нас даже иногда бывают слишком бурные дискуссии, можно даже на сайте нашем увидеть, что они даже иногда зашкаливают. Эмоции зашкаливают, но тем не менее это вот как бы вот та цена, которую приходится платить за то, чтобы дискуссии были свободными. Ну, а бывает, что люди как-то обижаются на какие-то ремарки? Бывает, что обижаются люди, и потом как бы в куларах мы там, конечно же, все миримся, извиняемся, если что-то не так. Ну, мы всегда разделяем, да, личные отношения и дискуссии, которые, ну, или там, и отношения... И поиск истины. Да, и поиск истины, да. Скажем так. Скажите, а вот в рамках вашего философского стульма есть ли какие-то научные группы, которые бы занимались какими-то конкретными исследованиями? Ну, на самом деле, каждый из нас занимается каким-то своим исследованием. Вот Эгер, допустим, у него много разного рода видео сняли, связанные с физикой, там, с холодным ядерным синтезом, там, с другими какими-то проблемами физики. И я считаю, что это вот в каком-то смысле вот его личное исследование, да, которое он ведет в рамках нашего семинара. А вы? А я, как бы, у меня в основном интересы касались философии сознания, христианства и этики, формальной этики, как я ее называю. И мы действительно собирались какими-то уже отдельными группами, да, и вот уже, как бы, углублялись в эти частные вопросы. Да, у нас эти группы сами между собой формируются. Ну, вот можно сказать, что темпорологии, то есть философии, скажи, скорее всего, натур философии времени, занимаемся мы вдвоем с Александром Балдачевым, да? Чем-то другим вопросом мы занимаемся в другом наборе. Вот философию урбанистики мы занимаемся в третьем составе. То есть я, допустим, Женя Аберсентьев и Александр Дмитриевич Горшков, ну и так далее. То есть, собственно, в рамках самого проекта формируются независимые исследовательские группы. Которые интересуются конкретными вопросами. То есть это в каком-то смысле спонтанный процесс, да? Да, это спонтанный. Да, ну любой может присоединиться к этому процессу. То, что у нас сейчас выходит из рамков, два проекта, которые мы надеемся на них получить еще в финансировании, многое же зависит от финансирования. Это первая группа, которая занимается холодным ядерным синтезом, но не на никеле, как и Андрея Россия, а на Титане. Здесь есть у нас замечательные российские исследователи, Сергей Алексеевич Цветков. И вот на сегодняшний день он работает в Нюрнберге и эту установку делает. Мы вполне возможно перенесем ее в Ленинград. И вторая ситуация, это создание так называемого выделенного конного менеджера. То есть попытка изменить саму философию развития выслительной техники. Вот эта группа у нас сформировалась тоже на основании философского штурма. Из Твери, из Москвы, из Симферополя, ну и из Петербурга. То есть люди даже, так сказать, очно порой могут не знать друг друга. Да, да. Я нескольких человек не знаю из этой группы, я нескольких человек никогда не вел воучу. Просто набирать в интернете философский штурм в поисковой системе и можно выйти на вашу, так сказать, сообщение. Да, 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 конечно. Ну, спасибо вам большое. Спасибо за интересную беседу, за интересный разговор. И еще раз спасибо за ту большую работу, которую вы проводите, делая ум человеческий более интересным, более глубоким. Сегодня у нас в гостях были Гатиатуллин Булат и Данилов Игорь, кандидаты философских наук, руководители интернет-проекта «Философский штурм». Тема нашего беседы была «Наука и псевдонаука в интернете». Передача «Парадоксы науки» ее ведущий Максим Годарев-Лазовский. Спасибо вам за внимание.